Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Петр Николаевич Ломонос. Тема сегодняшней нашей лекции, то, что мы будем слушать и смотреть, это от чего появляется горечь в плодах огурцов и кабачков. Какие факторы влияют на появление горечи в плодах. Какими путями можно устранить эту горечь. И последнее, какими агротехнические приемы помогут нам избавиться от этого явления. Давайте будем разбираться совсем по парадку. В своей практике вам, конечно, приходилось это самое. Берешь вот тоже кабачок, берешь начинаешь тушить, берешь тоже огурец в салатик резать, и в нем явно-явно чувствуется горечь. Плод становится горечь. Это горечь. Это самое вещество называется кур-битоцин. Вот это вещество и приводит к неприятному привкусу в плодах этих бакчевых культур, которыми являются и кабачки, и огурцы. Факторы, как появляется горечь, от чего. Ну, факторы, как появляется горечь, существует несколько. Ну, самый первый фактор – это сорт. Потому что когда-то выводились сорта, все старые сорта не оценивались на наличии кукурбицина. Ну, гнали все за урожайностью. Есть урожайность, значит, сорт хороший. И вот сорта, как бы старые сорта, даже тех же огурцов, их, конечно, может, не всюду и найдешь. Тоже Вязняковский, тоже Должик, тоже Феникс, там и другие. Вот эти имели такое вот самое, что плоды могли горчить. Это первый фактор. Следующий фактор – от чего появляется горечь в плодах огурцов и кабачков. Значит, знайте, что от завязывания до роста плода огурца и кабачка проходит от 8 до 10 дней. Если у вас огурец и кабачок сидят больше этого срока, значит, уже может в нем появиться горечь. Как бы современная сорта не очень подвержена, но, тем не менее, это явление имеет место. Что надо срывать завязи молодыми, тогда у них не будет горчи. Все перестаревшие уже завязи этих культур могут иметь горечь. Следующий фактор, что влияет – температуры. Как низкие температуры, так и высокие температуры наружного воздуха приводят к появлению горечи в этих культур. Ну, и еще один фактор, очень такой важный, который очень сильно влияет на наличие горечи – это несовременные поливы. Нерегулярные поливы, время от времени, плюс в добавок, в сочетании с температурами, приводят к появлению этой горечи в плодах огурца и кабачка. Ну, как устраняться? Устранить ее можно просто, конечно. Конечно, если эти плоды просто порезать, взять, подержать 2 часа в соленой воде, и соль, как бы это самое, вещество нейтрализует плоды, пригодную к пищу. Но, я скажу, что не каждому захочется порезать плоды, держать 2 часа, а перед этим еще попробовать. Поэтому давайте попробуем, что можно ли агротехническими способами устранить это явление. Конечно, можно. Значит, как вам не будет скучно, как вам не будет это самое, может, все, значит, используем только современные сорта. Сорта выявлены, как бы, последние годы. Потому что эти сорта, как бы, отслеживаются наличие горечи в плодах. Они ее не имеют. Это раз. Следующий фактор. Значит, если мы выращиваем в теплицах, обязательно не забываем о вентиляции. В жаркие дни вентиляция понижает температуру воздуха. А если ножницы становятся холодными и прохладными, мы, наоборот, будем закрывать двери и форточки, чтобы сохранить тепло в теплице. Вот такой более ровный температурный фон опять не даст накапливаться горечи в плодах огурца и кабачка. Ну и самый главный, конечно, не забываем о регулярных поливах. Если у вас эти культуры растут на даче, и вы не можете обеспечить регулярный полив, ну, то есть приезжайте нерегулярно, не сюда получается приехать. Значит, самый простой способ, что мы замульчируем всю площадь под этими культурами. Пока они что маленькие, мы должны были замульчировать. Замульчировать и то ли сеном, то ли соломой, то ли опилочками. Мульча не дает испараться быстро влаге, более ровная влажность почвы. И, значит, растения будут не так страдать, накапливать горечь в плодах. Если вы, тетя, наши советы, вы будете иметь хороший урожай этих культур, и плоды будут без горечи, которые можно кушать без всякой предыдущей подготовки. То есть не вымачивать, не замачивать, а просто брать, мыть и кушать на здоровье. Хороших урожаев вам! Смотрите наш YouTube-канал. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok